всем привет меня зовут марина спасибо что вы смотрите это видео сегодня у нас с вами видео о худших продуктах 2023 года те продукты которые нанесли ущерб моей коже здоровью моего тела внешней оболочки в общем но так как этих продуктов мало я чему я очень рада то я сюда же включу еще те продукты которые у меня застоялись которые уже где-то год или больше стоят и я ими не пользуюсь то есть и продукты которыми залежали соответственно они тоже не очень хорошие но тут я уже делаю скидку на себя что проблема во мне возможно они в этих продуктах давайте начнем хочу начать красивой прекрасной красоты посмотрите как это красиво скажите кстати мне надо уложиться в 23 минут это крем для тела корейский с вот такими массажер чеками ну понятно что я его купила да из-за чего из-за того что он прекрасный красивый в смысле и с массажерами марка это сэндэйс марк это вроде тоже ничего такая бюджетная но как-то раньше у меня с ней проблем не возникало и вот такой вот крем с гиалуроновой кислотой это даже не крем хотя заявлено было что это крем в карточке товара покупала его на озон это гель в этой линейке там значит вот такая розовая линейка с гиалуроном и желтая с коллагеном и я решила тогда когда его заказывала взять для крем для век с коллагеном а для лица попробуйте гиалуроновый что для лица я сейчас очень ценю увлажнение вы знаете но этот крем он очень сушит кожу вот он настолько мне пересушил уже с первого буквально раза начал сушить и чем дальше тем больше потом я подумала что может быть его нужно тогда как сыворотку использовать сверху закрывать кремом это не помогло он продолжал мне очень-очень сушить кожу поэтому этому крему естественно я говорю нет в то время как вот такая желтая линейка с коллагеном она нормально я пользовалась кремом под глаза у меня все было хорошо и там тоже есть нюанс там типа массажерчик такой на этом креме то есть что здесь массажерчик для лица там массажер для области глаз все классно но вот эта гиалуроновая серия мне не подошла хотя я читала по отзывам больше никого так не было только у меня но все-таки вот он очень не испортил кожу поэтому я считаю его худшим отношу к худшим продуктом еще раз оговорюсь что это все только для меня если вы кстати пользовались чем-то что я вам покажу и вам прям очень это нравится то вы напишите ну я понимаю что это моя проблема но просто интересно знать второй продукт вот такой черный жемчуг кора дуба не то чтобы он сильно испортил мне жизнь но когда я им пользовалась я боялась что мои зубы станут коричневыми вот такими же по цвету как этот ополаскиватель для полости рта новый жемчуг кора дуба кроме того что он вот такой коричневый что меня сначала не смутило при покупке он на вкус был как лимонад байкал без газа то есть вообще непонятно что он делает не аромата не вкуса травы не коры дуба ничего такого не было на что я рассчитывала я его закончила еле-еле но добавив туда эфирное масло эвкалипта чтобы хотя бы вкус вот этот был освежающий но все время мне казалось что этот цвет делает меня только хуже но каким-то образом его закончила но никому не рекомендую считаю его худший теперь естественно я вообще ко всем вот этим ополаскивателем от черного жемчуга плохо отношусь но это вот это временно это потом пройдет но вот этот прям я не рекомендую следующий продукт из категории худших это вот такой сухой шампанедав он кстати не закончился тут как минимум еще половина осталось но это невозможно им пользоваться это какое-то мучение что мы ждем от сухого шампуня чтобы он сделал нам волосы визуально чище да но кто-то используется ухо шампунь для того чтобы после мытья чтобы более долго долго была свежесть головы кто-то для того чтобы был объем и так далее по разным причинам но я его использую когда мне уже волосы не свежие мне нет времени сейчас помыть голову я для этого и дочь моя тоже для этого использует его но после того как ты воспользуешься вот этим шампунем волосы выглядят еще хуже чем до этого гораздо хуже и только на следующий день он немножечко чуть-чуть начинает работать но зачем это надо вот мы им пользовались тут половина осталось я решила что нет не стоит но зачем мы делаем себе хуже нам надо сейчас не завтра поэтому отношу его к лучшим так знаете вот положила я сюда вот этот вот крем филлер для области вокруг глаз марка мирины корейская вроде марка бюджетная но сейчас я не могу вспомнить почему я точно отнесла его к лучшим продуктом потому что наверное он мне ничего не делает но я изначально знала я тут кстати не покупала крем я его выиграла в подарок получила на работе крем филлер я не люблю филлеры крема филлеры не люблю потому что они имеют именно моментальный эффект то есть они вам могут вот сразу же допустим замаскировать морщинку как будто бы наполнить это не сильно так но они внутрь как будто бы не проникают изнутри не работают а мне нужно совсем не это мне чем глубже тем лучше проникают и работают то есть этот не увлажнял ну как бы нет для меня самое важное это увлажнение мне ничего не надо но если этот продукт уходовый будет увлажнять все все этого достаточно увлажнение мое все поэтому этот мне абсолютно не зашел и кстати нигде не видела чтобы он продавался может быть вы вообще о нем не знаете но мирины филлер не рекомендую вообще филлеры так еще один крем для век это крем от батэ но несмотря на это кстати я бы все-таки закончила видимо не до такой степени он был отвратительный чего не могу сказать вот об этом креме ботель линейка премиум ой но тут его ну меньше половины осталось но еще прям много понимаете и причем на этот крем он вообще не бюджетную там в районе тысячи рублей стоит и причем на я на него слышала хорошие отзывы значит это говорит о том что мы настолько все индивидуально опять же да если вы им пользовались и вам он очень подошел хорошо потому что я такой же дарила своей маме она мне ничего плохого она вообще никогда ничего плохого не говорит о том что я и даю я покупала два таких крема один себе один моей маме и вот мне он извините мне подошел ну а я-то думала понимаете вот эти отзывы шикарные что это восхитительный крем но его снимать производстве надо бы еще закупиться я такая думаю надо 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 еще перед тем как попробовать хорошо что не стало потому что попробовала и он сушит мне кожу он кстати по ощущениям приятный вы знаете и когда его первый раз попробовала я говорила что он хороший по ощущениям он приятный вот он разносится он даже как будто бы знаете водичку вот когда соприкасается с кожей в такую водичку превращается больше то есть как будто бы он очень хорошо увлажняет и какое-то питание дает но как оказалось он тоже высушил мне кожу под глазами я знаю что у меня кожа под глазами такая прям особенная аллергичная требующая особого внимания я очень придирчива кремом для век больше всего придирчива кремом для век но я думаю ладно тогда я его буду наносить на лицо уши лицу то моему ничего плохого точно не будет но нет он начал высушивать мне лицо у меня начали появляться красные пятна красные пятна на моем лице говорят об обезвоженности то есть каким-то образом этот крем делал мою кожу обезвоженный что очень странно вот как это возможно в общем может быть какой-то ингредиент который мне не подходит я не знаю но я его даже на лицо не смогла закончить представляете еще конечно вариант на руки на ноги мазать но я думаю зачем а так очень красивый да у меня изначально только была претензия к этой упаковке потому что вот узкое горло да а так красиво кстати очень узкое горло и вот туда пальцем вот так лазить это не очень удобно со стенок скребать но вот реально мне вот вот это и вот это очень мне сильно испортили кожу реально очень сильно я потом прям восстанавливала долго следующий крем это маска для рук эколабораторис вот такая у меня была до сих пор есть еще маска начиная для рук от рефлейм спа не помню как называется сведешь спа такая вот маска для рук это она у меня уже вторая я второй пользуюсь маме одну дарила то есть мне насколько понравилась вот эта маска сильно что я решила купить еще вот эту потом когда мне первое закончилось я взяла еще вот такую маску сравнить думаю и интересное и наверное думаю все маски такие классные абсолютно это не так вот эта маска тоже она как будто бы сушила мне руки сделав вывод до всего что я говорю вы понимаете если что-то мне начинает сушить что-то мне не увлажняет все но она реально она сушила мне руки если вот здесь абсолютно разные такие ощущения здесь какое-то волшебство происходит а а здесь сушит поэтому это худший продукт я ее закончила по моему на ноги ну и честно это того и не стоило даже на ноги плохая маска мне вообще не понравилось глубокое питание и восстановление я боюсь я не успею вам что показать мне надо как-то чуть-чуть быстрее недавно во влогах я вам показывала вот эту пасту что я не буду больше ей пользоваться паста карри это я зашла в магазин карри наверно все знают раньше они специализировались на обуви но там были какие-то аксессуары когда я зашла туда последний раз несколько месяцев назад то была очень сильно удивлена что там есть очень много всего и товары для дома и уходовые средства и спортивные товары ну и кроме того что обувь косметика там аксессуары всякие разные я думаю зубная паста то точно ничего плохого не сделает понимаете но взяла кстати с морской солью может быть это было моей ошибкой я чищу этой пастой ну когда вот на постоянной основе и понимаю что-то у меня с полостью рта не так разъедены все слизистые оболочки внутри десна небо щеки с внутренней стороны я понятненько у меня никогда не было таких проблем никогда потом уже до меня дошло что это вот эта паста возможно конечно дело в соли но я и до этого пользовалась пастами солью и таких проблем у меня никогда не было никогда не было поэтому я убрала эту пасту и через неделю у меня все восстановилось и как будто бы опять никогда такого ничего не было все то есть никакой вот карри я вам не советую если вы поле пробовали какую-то другую пасту и не солью скажите как вам мне интересно но я вряд ли рискну еще раз купить она у меня вот у меня тут больше половины по моему еще осталось из той же серии вот эта пенка тоже карри тоже я ее взяла я кстати вот ну взяла наверное больше из вот этой щеточки мне казалось что пенки все мягкие всегда деликатно очищают тоже не не думала не гадала что будет какой-то подвох в пенке для лица для снятия макияжа и очищение кожи два в одном она щипет она настолько некомфортно для кожи некомфортно просто щипет кожу при использовании я тоже я использую попользовалась несколько раз ну и все оставила тоже в худшие я считаю что вот эту косметику карри я отнесу к худшим продуктам ничего хорошего в ней нет я вам не советую ее покупать из худших это все давайте теперь покажу те которые у меня просто залежались начну я вот с этого бальзам для волос основной уход от эстель залежался очень долго он идет для всех типов волос он у меня уже наверно год дело в том что он мне пахнет во-первых какашками я не знаю это после к вида у меня некоторые ароматы пахнут тем чем я сказала но прям сильно пахнет и плюс к тому к этому он ничего особо с волосами не делает я его оставляла когда у меня есть что-то такое чем не хочется к чему тянется рука я пользуюсь этим но сейчас я опять же заставляю себя прям через силу использовать этот бальзам я им пользуюсь просто для того чтобы бальзам закрывал чешуйки волосы я всегда пользуюсь масками и после маски еще раз прохожу с бальзамом чтобы закрыть или чешуйки кстати с тех пор как у меня волосы темные от этого метода я снова не вижу эффект а вот когда у меня был блонд тогда я видела очень хороший эффект от такого метода поэтому тут все тоже зависит от волос но заставляю себя его использовать в надежде что он просто закрывает мне чешуйки и хочу чтобы он быстрее закончился тут уже не очень много раза на три наверное хватит но у меня дочь тоже не стала им пользоваться так он у нас и простоял вторым средством еще для волос давайте вам покажу вот такой shimmer mist от комплимент я его покупала перед прошлым новым годом чтобы на новый год сиять ну я кстати на темных волосах попробовала его пару раз мне он не понравился на светлых волосах он незаметен а на темных я еще не пробовала сейчас посмотрим пробовала его наносить на тело но особо незаметно и он как будто бы знаете у него такая текстура он чуть-чуть как будто бы фиксирует в общем целый год он у меня стоял выбросить в принципе сейчас тоже жалко но вот стоял целый год не блестят волосы почему-то поближе потом рассмотрю что получилось но вот застоялся следующие продукты которые у меня застоялись это оптаны мне кажется вот этот оптан я покупала прямо уже года два назад же банка то у меня вся в пыли это оптан для нормальной и жирной кожи оптан это такой мягкий скраб он сделан на основе всяких разных глин трав перемолотых вот так он выглядит очень похож с виду наталья на энзимную пудру но частички здесь гораздо более крупные именно как мягкий скраб ощущается почему он мне не подошел потому что глина вызывает пересушивание кожи если я начинаю ей регулярно пользоваться я могу им пользоваться раз в неделю но не хочу но я его тоже пока не выкидываю пока мне жалко хотя нужно проверить сроки годности еще запах нет все наверно хотя нет надо из все запах испортился это я буду выбрасывать еще один оптан у меня вот лежит вот такой наверное с сентября оптана мягкий скраб питательная маска ежедневное умывание это из мастерской кадниковых там есть очень хорошие продукты да этот оптан он тоже кстати лучше чем вот этот желтенький вот этот цвет оптана вот видите он более мягкий он более приятный мне на него вроде как даже нет аллергии но опять из-за того что это оптан вот он у меня лежит у меня не вызывает желание воспользоваться им хотя надо попробовать или до лета его оставлю но я честно боюсь тоже сейчас испортится до понюхать тут нет этот еще хорошо пахнет этот я оставляю попробую изредка им пользоваться такого же плана вот такое средство от ботель это знаете что это жемчужная пудра называется это тоже такой белый порошок очень мягкий вот нужно использовать как мягкий скраб он гораздо мягче уже чем то ну вот он прям более нежным он невесомого ты вот так и трогаешь никаких вообще никаких крупных нет абсолютно как будто пыль знаете мне не подошло можно его использовать разными способами можно его добавлять в крем для лица я пробовала мне не понравилось потому что он становится более матирующим то есть вот эта пудра она матовый эффект создает соответственно в поры попадает утяжеляет мне показалось в общем поэтому мне не понравилось можно делать маску вот маску для лица можно это будет больше как очищающая матирующая маска но тоже изредка изредка делать можно можно добавлять в ванну но тогда это эффект на коже будет такой же знаете для меня это все что матовость это иссушающие для меня и как вы поняли мне это не нравится но это я тоже выкидывать не будут изредка надо заставлять себя пользоваться вот такой распаривающий скраб у меня и лежит здесь от фитокосметик еще у меня кстати там стоит обычный с абрикосовыми косточками тоже отношу к тем продуктом которые у меня залежались потому что я просто очень крайне редко использую скраба вот это кстати разогревающий скраб он приятного наносишь массирующий он разогревает лицо но опять же скрабы травмируют кожу вот эти механические частички я пользуюсь но редко он у меня очень долго уже стоит надо бы его использовать хотя бы на руки там на ноги ну и на лицо редко и я пользуюсь и с абрикосовыми косточками скрабы люблю но очень редко им пользуюсь залежался уже лежит у меня около года это упаковка тоник виви бета достаточно дорогой около 3000 с кислотами агрессивный для моей кожи непонятно какие кислоты и сколько какое процентное содержание для моей кожи это агрессивно моя кожа не хочет его то есть я на него смотрю мне не вызывает желание им воспользоваться у меня есть другой более мягкий тоник мне тем приятнее пользоваться комфортнее а этот дискомфорт не доставляет поэтому вот ну на тело я его на ноги чтобы вросших волос не был чтобы и на теле тоже кожа обновлялась иногда использую но стоит не вызывает желание пользоваться так не перепутать покажу вот этот вот мист вам тот oriflame он на самом деле хороший продукт и у меня его в принципе мало но это опять же я заставляю себя им пользоваться для лица почему я не хочу им пользоваться потому что это не тоник а мист мистами я практически не пользуюсь мист он больше знаете да увлажняет но уже в течение дня а в течение дня я не распыляю ничего на свое лицо поэтому это для меня просто лишний продукт он у меня очень долго стоял вот столько его было потом я стала себя заставлять 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 вот на заставляла уже до сюда и до заставляю до пользоваться он мне плохой но я не понимаю заменяет ли он тоник я им пользуюсь вместо тоника в общем но каждый раз мне не хочется им пользоваться маска сплэш маска для лица комплимент тоже и года как минимум два экспресс восстановления для уставшей кожи сплэш маски это средство с кислотами они до действуют быстро но опять же вот именно эти комплимент я не знаю другие особо не пробовал мне когда-то было сплэш маска от эйвон и вот эти комплимент у меня не первое и они достаточно агрессивны то есть мне надо их сильно разводить с водой это две капельки там на руку делаем и на влажное лицо наносим если я так делаю у меня возникает раздражение аллергии если я сильно разведу с водой то нормально у меня сейчас мало это я на тело ее тоже также наносила надо до использовать уже и выбросить на самом деле много средств которые у меня просто так стоят в ванной пилинг скатка когда я работала в магазине у меня ну как бы конечно мне тоже она в глаза бросалась а потом когда приходят девушки спрашивают где это пилинг скатка она такая классная классная нам им нужно и соответственно мне тоже нужно вот я ее купила но она не классная для меня запах у нее тот же для меня вот такой вот мой просто для меня это неэффективно мне кажется мне кажется даже возьми скраб сделай руки проскрабируй будет гораздо больше эффект чем скатки я просто не люблю скатки я на лицо их не использую на руки не использую на ноги покупала такой же еле-еле до использовала просто заставляла себя это периодически заставляю вот тут еще раза на два наверное есть да заставляю конечно больше покупать не буду лежит у меня наверное месяцев 8 так смотрите чистая линия два средства у меня гель для умывания глубокого действия и лосьон глубокого действия эти средства покупала не я себе эти средства покупал мой сын он всегда хочет отдельные себе средства для умывания для ухода и они слишком тоже агрессивны вот это предлагается подросткам но они если у подростков даже жирная проблемная кожа муне надо их вот такими слишком агрессивными средствами очищать у har suits началось раздражение красные пятна я потом попыталась до использовать у меня раздражение красные пятна обезвоженная кожа но нет тоже стоят у нас год надо со сроками посмотреть что здесь и либо выкинуть или либо не выкинуть продолжаем со средствами для умывания от артема вот такую он купил себе пенку swiss image made in швеция осветляющая выравнивающая вот он подумал что ему нужно осветляющие нужны осветляющие средства и купил себе вот эту пенку я так понимаю нас кислотами в виде геля с кислотами и вот таких и два крема как я сказала им надо отдельные средства осветляющие крема биокон специальный уход отбеливающий дневной со спе в 20 и отбеливающий вечерний и вот начал он пользоваться вот этим средствами у него пошли красные пятна я говорю я ему сразу сказала игры смотри осторожно мне осветляющие крем и осветляющие средства не подходит они у меня вызывают аллергию а он мой сын соответственно у него возможно тоже такая же реакция все средства которые на которых написано осветляющие отбеливающие они мне мне не подходит здесь что кстати в этой пенке я сейчас смотрю витамин b3 и какой-то отбеливающий комплекс ну скорее всего кислоты потому что кислоты у нас отбеливают вот и он покрылся красными пятнами чем я говорю тебя на эти средства перестань ими пользоваться он говорит нет продолжать все хуже хуже лицо прям уже некрасивая стала потом перестал и вот стоят они у нас с тех пор я пользоваться даже начинать не буду я не знаю может быть бы пенкой я бы с ну зачем я не буду в общем пока стоит если артем не использует когда срок годности закончится мы их выбросим вот эти средства я не советую попробую на руке мне даже вот такие отбеливающие клетки мы даже на руках вызывают аллергии у меня был отбеливающий крем от клерви в аптеке брала он очень сильно вызвал у меня аллергию потом у меня был отбеливающий от фаберлик доктор кор получше прям гораздо лучше нам не был но все какую-то небольшую аллергию вызвал ну и вот эти даже пробовать больше не желаю так что и последнее средство которое у меня залежалось это вот такой примат нефть косметики оливковый я даже не знаю он у меня видите он у меня еще закрытый это когда года два наверно назад если нет нет не 32 я активно начала пользоваться вот этими кремами в тик ток снимала про них то есть и невская косметика и фабрика свобода это кстати не плохие я не могу сказать что плохие кремы но они дают небольшое увлажнение больше ничего больше ничего то есть я могу его в принципе использовать на лицо но при этом у меня должен быть другую вот очень интенсивную мне должна быть интенсивная сыворотка у меня должен быть хороший увлажняющий тоник или тонер чтобы мое лицо далее не пострадало ну потому что просто отдаётся увлажнение все так плохого об этом креме я сказать не могу вообще вот этих всех кремах не могу сказать меня не в какой-то степени даже нравятся но Но при условии, что вы не ждете от них никаких спецэффектов. Ждете только небольшого увлажнения умеренного. И у вас другой хороший уход. Просто это немного странно, когда у вас вот такой крем за 150 рублей, допустим. И сыворотка за полторы тысячи. Как-то диссонанс немножечко возникает. Но в принципе вполне можно пользоваться. Сыворотка за полторы тысячи это еще не самая дорогая сыворотка, которая бывает. Тоже лежит. Можно в принципе на руки использовать. Хотя можно и летом для лица. То есть пока лежит закрытый, открывать не буду. Вот девочки, вот такое количество средств. Слава богу, что самых плохих средств, я еще раз повторюсь, их было мало. Ну и причем вот эти средства, они просто... Ну и вот это тоже могу сюда отнести. Те, которые я именно к худшим отношу средствам, они мне не... Они мне просто не понравились. То есть да, они делали немного хуже, но они не убили как бы мою кожу, мои там волосы или что. А вот эти вот средства 4, которые я вам показала, они прям... Ну вот этому средству я прям не дала. Я только чувствую это дискомфорт, все. Не пользуюсь. А вот эти прям очень сильно подпортили мне как бы здоровье. Здоровье моей кожи, да. Подпортили. Мне приходилось долго восстанавливаться. Вот. Пишите, есть ли какие-то средства, которые вам очень сильно не подошли. И пишите, есть ли какие-то из этих средств вы пробовали и вам они понравились. Мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь куда-то. В общем, подписывайтесь. Встретимся в следующем видео. Всем пока. Продолжение следует...